Всегда делаю ассент на глаза. Этот взгляд, карик глаз, серьёзный, уверенный, мощный. Выбрала я этот портрет, потому что он мне очень о многом напоминает. Ольга не видела любимого мужчину уже 9 месяцев. Боевой офицер Максим ушёл добровольцем в самом начале спецоперации. Выполняя особое задание в июле 23-го года, боец инженерно-сапёрного батальона с позывным «Марио» пропал без вести. Все мысли о нём и конкурс о нём. Поэтому он звучит как память героев верны. Для меня он свой герой. Я всегда буду о нём говорить, писать, рисовать. Это письма с армии, с прохождения срочной службы. Я их очень бережно храню. Это для меня память. Она хранит его армейские письма, форму и гитару. Ольга с Максимом были вместе 21 год. Вырастили двоих сыновей. Сегодня Ольга посвящает мужу стихи. Мой любимый, родной мой солдат. Каждый день я пишу сообщения. Нет ответов. Не ты виноват. Ольга – участница Всероссийского творческого конкурса «Памяти героев верны». Второй год подряд его проводит Фонд защитники Отечества. В прошлом наша поэтесса из Бердюжского района, Галина Угрюмова, заняла призовое место. В этом году номинации стало больше. Принимают рисунки, рассказы, стихи, песни и эссе, посвященные спецоперации. Самое главное, на что направлен этот творческий конкурс – на именно память героев, то есть павших и ныне живущих. Они для нас герои, мы их прославляем в разных видах искусства. Мама, мамочка, мамуля, я давно хотел сказать сильно, как тебя люблю я. Ты должна об этом знать. Впервые он читает стихи на камеру. Еще один участник творческого конкурса из Тюмени – Валентин. Бывший начальник уголовного розыска и ветеран УМВД ушел по контракту в зону СВО. Был там 8 месяцев. Под пулями в окопах открыл у себя талант писать стихи. Они написаны просто где-то ночью, где нету света, где нету тепла, где нету компьютера, телевизора, еще что-то. Это написано, грубо говоря, либо в подвале, либо в окопе. И это идет именно от сердца. Он посвящал строчки маме, своим боевым товарищам и всему русскому народу. Боец говорит, самым сложным было выбрать стих на конкурс. Работы принимают до 1 июля. Победителей пригласят на награждение в Москву. Анастасия Лизаревич, Владимир Кондратьев, Тюменская служба новостей.